ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В течение ближайшего месяца полутора Госдума собирается принять законопроект, благодаря которому миллионы российских автовладельцев якобы забудут про технический осмотр. Как сообщалось ранее, проходить ТО физлицам надо будет только при смене владельца транспортного средства, которое было выпущено более четырех лет назад. Что касается автобусов, грузовиков, такси, то для них правила не изменятся. Также власти собираются упростить правила прохождения ТО, исключив из них несколько пунктов. ТРАССА СТО ОДИН В российской столице начали тестироваться новые дорожные камеры. Они установлены на крышах автомобилей муниципального контроля совместно с проблесковыми маячками оранжевого цвета. Камер на одной машине может быть шесть, благодаря чему достигается эффект кругового обзора. Среди фиксируемых нарушений – пересечение стоп-линии, неправильный разворот, перестроение без включенного указателя поворота, остановка и стоянка в неположенном месте. Ранее сообщалось, что, как их называют в народе, «мигалками с камерами» оснастят автомобили ДПС. ТРАССА СТО ОДИН Американские специалисты озвучили список кроссоверов, которые можно считать наиболее безопасными по результатам краш-тестов. Многие из этих автомобилей продаются в нашей стране. В перечне компактных SUV первые места заняли Chevrolet Trailblazer, Hyundai Tucson, Mazda CX-5, Subaru Forester. Среди среднеразмерных паркетников янки отметили Hyundai, Polisade и Santa Fe, Mazda CX-9 и Nissan Murano. Среди премиальных, но не самых больших – Audi Q5, Lexus NX, Mercedes-Benz GLE. ТРАССА СТО ОДИН Компания Xiaomi подтвердила, что намеревается приступить к выпуску электромобилей. Первый экземпляр может быть представлен в 2023 году. Проект носит предварительное название My Car. В нем сейчас задействованы около 300 сотрудников. Штат постепенно растет. Возможно, китайцы будут создавать зеленый автомобиль не с нуля, а обратятся за помощью к соотечественникам, например, концерну Great Wall. Добавлю, прошлым летом Xiaomi впервые стала компанией номер один в мире по продаже смартфонов. ТРАССА СТО ОДИН После ремонта автомобиля в рамках ОСАГО, если машина была выпущена не более пяти лет назад, вы имеете право сделать оценку утраты товарной стоимости транспортного средства. Таким образом, со страховой компанией можно получить дополнительные выплаты. В чем суть процедуры, пояснит руководитель отдела транспорта компании X-Con Константин Кузнецов. Мы можем оценить утраты товарной стоимости от данного автомобиля. Даже осмотр нам не требуется. Достаточно будет предъявить акт осмотра, который производился первоначально, либо на станции техобслуживания, либо по выполненным работам, которые расписывает ремонтная организация. По ним мы можем составить смету и посчитать величину утраты товарной стоимости. По времени это занимает день-два. И человек может обращаться уже в страховую компанию за выплатой дополнительной утраты товарной стоимости. Компания X-Con находится в Кирове по адресу улица Карла Липкнехта, 13. Телефон горячей линии 73-50-50. Сайт ex-defiscon.ru На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101